Я их с удовольствием давила. Муравейки! Женя, я это записала! А зачем ты их... Я, например, им попки откусывала, они кисленькие. Это ужасно, но мне доставляло неэстетическое удовольствие давить их детей. А, личинки? Да. Они хлопали, наверное. Нет, мне просто хлопали, мне просто нравилось, что я убиваю чужих детей. Но потом я в отместку, мы жили год в квартире с муравьями. И я делила с ними крышку унитаза. Точнее, приходишь утром, а там уже занята она крышка. Они тебе отомстили, да? И такие, ты убивала наших детей. Муравьи, не слушайте, не слушайте, тетя, мы это... Мы не пустим ее. Где моя вкусняшка? Вот, кстати, смотри, какая клевая штука. У наших муравьев личиночки одеты в коконы. А здесь у ужнецов личиночки голые. Вот, видно, их лежат. Такие уже муравейки почти сложенные. Только беленькие и коричневенькие. Я принес новую пробирку с новой пробочкой. Вот она еще такая. И у меня мои толстопальцы. А, нет, смотри-ка. Ладно, сейчас не зацепились. А, нет, там еще далеко дадут. Там закрыто все. Нет, смотри-ка. У удобства. Да, это очень спортивно. Готовы мужские? Да. Это мы открываем вторую. А как у них, кстати, тут? На самом деле им придется открыть сейчас сразу все, потому что вот это влажное. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы им открыли только одну камеру. Можно открыть одну. А можно же вот здесь вообще открыть? Ну, что это, мне кажется. Ну, вот это в любом случае надо открывать. Оп. Вот это придется открывать по-любому. Эть. А, нет, так не надо. Так не надо. Как не надо? А куда мы ее денем? Она вот здесь у вас никуда не идет. Поэтому она такая отдельная. Вот вставляется, вставляется просто. Сейчас. Нет, не вставляется. Мы пробовали уже. Эть. Торчит. Ну, торчит. Ну, она просто что? Запасная. Надо, чтобы она не потерялась, прилепить ее скотчем. Ииии, ну, можно вот эту открыть. Я бы внутренне открывала. Можно вот эту открыть. Открывай. Ура! Да. И это у них кладовка, смотри, мы открыли. Мы открыли кладовку, но они ее переставят. О, давайте я вброшу туда пару. Слушай, а я бы это тоже бы открывала. Ну да. Открывай. Я бы. А я не знаю, как это делать. Ну смотри, мы справились. Я думаю, ты справишься. Я же блондинка. Где ты блондинка? Не правда. Смотрите пассатижи. Да. 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 Доктевые пассатижи. Нет. Нет, да. Там без пассатижи. Да, ерунда. Дай женщине пассатижи, они все испортят. Зуб врываются. Таня песками доска, это да. Ну они там да, настрелили. И теперь, о-о-о. О-о-о. Паника. О, первый. Первый проходец. Он сейчас заблудится и будет орать. Не, он потом вернётся после, да. Второй пошёл. Приведем угниваем. Разведчик. Не, ну сейчас у них здесь вообще есть паника, надо им обратно закрыть. Ну, они сейчас туда спрячутся. Ну, чтобы было место, где влажно и темно. Темно, они пока все малость обалделые. А, ты знаешь, мне тут рассказал один юный любитель муравьёв, что сейчас есть два крупных производителя. Формикариев. Один вот этот, а второй ещё один. Вот этот, это Антуру, да? Ну, я не помню. Ну, Анту. Или Анту. Как Ант? Ант. Ант муравей. А у них какое-то дополнение ещё к этому слову. А вторые производители делают почти такие же формикарии. Но тут они обратили внимание, что люди такие формикарии разбирают. Здесь можно открутить три винтика, там не отпадёт дно, и можно поменять гипс. Когда гипс источится, загрязнится, это как бы здорово и удобно. А вторые ребята посмотрели, что и формикарии используют под одну семью муравьёв, вторую, третью, иначе подращивают семью муравьёв в этих формикариях. И стали их по краю проклеивать клеем. Чтобы люди их не развенчивали и не мыли. Купил, попользовался, испачкалось, выкинул. Фу, такими быть. А этот можно мыть, да? Да, этот можно развенитить и помыть. Даже в рифму. Мать туда пошла. Нет, мать туда пошла. Мать, если солдат. Вот это, это мать. А, да. Там была крупнее мать. А, вот это мать. Сейчас я принесу мать. У матери можно поставить на груз и сразу понять, что это было. Ну, они просто сейчас немножко оползили и выпущили личинок, потому что их осветили. Они вообще немножко... Ну, пусть гуляют. Существует священный. Вот, освященный. Просто они наслушались ужасов, как кто-то любит их убивать. Да, все из меня. А они же растят больших жирных личинок, потом мнут им бока и съедают их. У мяса такое есть. Кормовая личинка. Это запас жирка. Как они бальё. А что нет-то? У них мать с яйцами выкормили. Они потеряли одну. Не, ну они сейчас утащат все обратно. Я думаю, что их надо поставить на место, на самом деле, потому что они реально... Блин, ну, меня кажется, тоже просыпается желание опять эти личинки. Опять личинки или муравейные? Попугаев. Нет, ей нравится убивать муравьёв, смотри. А, я думал, пчёлки давить. Точно тебе надо конфеты-пчёлки. Да? Да, целый мешок. А, бешеные пчёлки? Да, и выдавливать их. Ты выдавливаешь их? Ты классно. Зачем ты прошу злишь? Он не любит попугаев. Я тоже не люблю попугаев. Давайте не любить их вместе. Ну, ты смотри, он это... Он серьёзно не любит. Он, если кого-то не любит... У нас почему тараканы в доме не заводят? Потому что он их не любит. Я серьёзно говорю, без отравы, безо всего. Мы два раза пытались здесь. Слушай, можно тебе на месяц... Въезжайте ко мне, пожалуйста, не любить тараканов. У меня от соседей пришли эти рыжие. Я просто не знаю, куда девать. Вот, вот он их не любит активно. У нас они не приживают. Угу, гости. Не любить тараканов вместе. Да, а то я, по-моему, их люблю. А я им плохо там всякие эти разбрасываю. Можно борной кислоты им с чем-нибудь вкусненьким намешать. А где борная кислота подать? Если я намешаю с чем-нибудь вкусненьким, у неё мурлок достанет. Он же у меня достал. Я клей насыпала, ну, налила клей вот этот для мышей и внутрь посыпала кошачьего корма и задвинула вообще в щель такую, откуда не задвигается. И тут, посмотрю, мурлок приходит с долбу, эта картонка. Хозяйка, что это? Вот, в общем, он достал, по-моему, он даже палку взял и палкой достал эту картонку. Больше от муравьёв, эти таракашки, надо что-нибудь попитательнее. Ну что, всё у нас? А, смотри, сколько их тут пришло. Ну, они сейчас пришли проверить. Появилась новая территория, они пошли её размахать. Ну, знаете, гипс промокает, появился тёмный круг вокруг гипса. Вот, да, потихоньку промокает гипс, он этот мелкий разведчик там ходит и смотрит вообще, что происходит. А так влажненько. Что вообще, как, откуда? Они стали вон гораздо меньше бегать судорожно, и так это подуспокоить. Здесь мало сейчас, они совсем подуспокоятся, соберут личинок своих обратно все. И всё у них будет замочтательно, замочтательно. Вот. На самом деле месоры такие прикольные ребята. Ну, я всё тех амазонок вспоминаю. Они клёвые. Которых? Которых мы видели в карьере. Когда мы ходили. А, да, да. Ну, они сложные для содержания. Месоры на порядок проще, на два порядка. Сколько живут в среднем? Зависит от матки. А матка может жить 20-25 лет. Это надолго развлекуха. Ну, да. Отдельный муравей не так долго живёт. Там он в помоечке. Рабочий одноразовый, у них меньше года срок жизни. Клубки. А я нет там её. Да-да-да, мать постоянно откладывает яйца. Там, видишь, в углу помоечка, безотходная, да? Ну, там, да, кладбище, помоечка, всё сразу. Они личинки унесли в помойку. А это самый тёмный угол просто. Поэтому они туда унесли. Мне жалко, что они... Они же теперь закопали все блестяшки под зерном, да? Да, они их зачем-то сюда приволокли, а теперь это... А сюда зерно притащили. Слушай, откуда ты... Не, зерно я им посыпала, потому что они утащили всё. Вот этот с личинкой, он не там, он, понимаешь, что он не там, но он... Они, у них всё... Понимаешь, у них, как в людских коллективах, у них есть, на самом деле, рабочие такие микроколлективы, бригады. В бригаде есть бригадир, который самый старый, опытный муравей, который в курсе вообще, что надо делать и как это надо делать. Он строит бригаду. А помимо этого, в бригаде есть два раздолбая, которые... Джамшут и Равшан. Типа того, да, которые недавно родились и ещё ничего не умеют. А они просто ходят рядом с бригадой и смотрят, что делать. Вот, как ты это... Давай ты его придавишь сверчком. Ну да, они не спряты, они и так сейчас приходят. Ну ладно, ладно. Да ты хочешь уже его сюда? Давай его через дверь запустим. А сейчас там вот ты выпустишь. Вон, они смотри, двери сидят. Вон, закинь вот по-нормально. Да, погоди. Заглушка там. Да, погоди, ты же дверь. Быстрее, быстрее, быстрее. А-а-а! Ой-ой! Гад! Ой-ой! Дави! Ну вот... Ты его слабо придавил? Ты слабо его совсем придавил. Они его сейчас... Я его пожалел. Смотри, он им хаос какой навёл. Это же всё. О, Боже, на... Здесь... Пустил это козла в огород. Они не поняли вообще, что с этим делать. Вот, и пока жив, соответственно, бригадир, он эту бригаду отлаживает. Прошу, ты молчи. Эти двое, которые с ней прикреплены, таких молодых, они учатся. Потом бригадир сменяется. Носяненько, не ругайся. А как они его будут убивать? Они его пусаются, растягивают и отгрызают. Всё. Давить муравьёв. Вот этот человек муравьёв, да, это сверчок? Муравейки. Муравейки. Я их люблю, ненавижу. Я их не могу убить, но... Ладно, всё, успокойся. Не, серьёзно, отнеси их в это... В темноту. В темноту, да, а то они обратно начали посыпать. Вадя, 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 вадя. Вот так они за ножки кусают, кусают. Жестоко, жестоко. Жизнь боль. Тут вообще все злые люди собрались. Все нетравоядные животные питаются другими животными, и для того, чтобы есть, они их убивают. Да. Ну, он больше, он должен их убить. Не обязательно. На каждый следующий этаж экологической пирамиды переходит всего 10% биомассы. Остальное всё выходит в отходы. Кажется, моя психика слишком подвижна для этого. Я не могу... Жизнь боль, мы все умрём, это нормально. Не смотри. Это человек, который держал сову, который питается насекомыми. Да, да, да. Муравейка-то она не ела. Сранчой. Сранчой. Салатными листиками зелёными. Они тоже живые. Да. Она эти листики отнимала у коробки, и коробка голодала. У неё было мало молочка, и кузинка её имя. Ой, всё. Нет, ну, все животные — это гетеротрофные существа, и можно дальше растопиться. Гетеротрофные? Да. Они не умеют солнечный свет и углекислый газ преобразовывать в что-нибудь органическое. Поэтому поапреди... Нет, наоборот. Они... Они не умеют делать органику из неорганики. А мы умеем? Нет, мы не умеем. Умеют растения. У нас есть два типа живых существ. Гетеротрофы, которые жрут кого-нибудь, чтобы строить своё тело. Мы гетеротрофы. Мы гетеротрофы. Трофы с питания, гетерос разный. И есть автотрофы, которые умеют вот так делать органику из неорганики. Нам надо стать автотрофой. Так делают растения, так делают некоторые бактерии. Не становись картошечкой. Это высшая... Это что, эгида просто... Между прочим... Деревом. Между прочим, да. Да. Дерево. Словек дерева. Бревно. 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 Да. Высшая форма жилья. Высшая жилья. Мне кажется, всё-таки нет. Она не размножается. Она разжи? Нет, жалится. Она есть, и это удостаток. Я думаю, Миша будет против женщины бревна. Я женщина лиана. Я обрываюсь вокруг. Ты душишь. Кошмар какой я не хочу. А что правда? Избавьте меня от подробностей, пожалуйста. Ну, судя по тому, что меня постоянно отдирает от себя, а то это, да. Так, гетеротрофы. Вот, автотрофы бывают разные. Бывают фотосинтетики, например, растения, которые с помощью солнечного света, из-за кислого газа и воды делают органику. А есть, например, разные хемотрофы, которые за счёт одних химических соединений делают другие химические соединения и покупно получают себе энергию для того, чтобы сделать органику. Например, какие-нибудь эти самые железобактерии, серобактерии, там куча разных вариантов, метанобактерии. Хемотрофы такие классические, они не очень энергиэффективные, но зато они могут жить там, и не могут жить другие нормальные существа. И, собственно, у нас завязано на циклы разных веществ. Например, в обратную сторону, если смотреть, у нас очень классная штука, от которой вообще зависит вся жизнь на Земле, это кислород. И мы все используем кислород, чтобы окислять органику и получать энергию, освобождая её из органических веществ обратно. Но так было далеко не всегда. И у нас наш цикл окисления органики стоит из двух неравных частей, не цикла, а пути окисления органики. Самая древняя, простенькая штучка, это мы окисляем молекулу глюкозы, сахара до двух молекул молочной кислоты. Ну, получаем две молекулы АТФ. Получаем две молекулы АТФ, две энергетические копеечки. А потом эти две молекулы молочной кислоты закидываем в цикл Крепса, прогоняем его по кругу, тоже окисляем до углекислого газа и получаем ещё 36 молекул АТФ. Поэтому с кислородом жить гораздо лучше, чем без кислорода. И, например, когда ты бегаешь быстро-быстро-быстро, у тебя есть запас АТФ в мышцах, и он тратится, тратится, а дальше мышцы пытаются добавить ещё АТФ, ну, в клетках выработать. Но это всё происходит медленно. Не успевает. Да, и первую часть цикла, не цикла, а пути прогоняем быстро, и у нас получается много-много молочной кислоты. А дальше надо загнать её в цикл Крепса, а он работает чуть медленнее. И нам энергия над прямо сейчас, поэтому мы гликолизом наделали много молочной кислоты, и она в мышцах вызывает вот это ощущение, аааа, мои ножки, да-да-да. А крепатура это на следующее утро, когда там начинают клетки прорастать и перестраивать свои структуры, чтобы лучше, энергоэффективнее работать. А когда сразу ножик сводит, это от молочной кислоты. И потом кровь вспывает и протащит по всему организму, и раскидывает цикл Крепса, и дальше всё нормально завершается. Вот. Ну, собственно, благодаря автотрофам, растениям, нам всё это доступно. На самом деле не автотрофам, растениям, а вообще автотрофам и фотосинтетикам. Растения в широком смысле этого слова. Да, потому что весь кислород на планете Земля – это исключительно биогенный кислород. У нас химически кислорода на планете не было. И жило много-много разных чудесных, удивительных организмов. Большая часть – одноклеточных и бактериальных. Вот. И как-то так получилось, что одна из групп, ну, то, что мы знаем, они были одноклеточными, ну, или колониальными бактериями. И так получилось, что одна из групп этих живых существ придумала новый способ синтеза органики с выделением вещества, которое было ядовито для всех, кроме них самих. Они приспособились, а остальные нет. И 99,9,9,9% всей жизни умерло. Это была самая страшная экологическая катастрофа. Те существа, которые это придумали – это синие-зелёные водоросли. А те существа, которые выжили, мы с ними сталкиваемся там, где кислорода нет до сих пор. Вот, это, например, бактерии, вызывающие протухание консервов, вырабатывающие ботулотоксин. Ботокс делает из них страшный яд, паралитический. А бактерии, вызывающие газовую ганглему. То есть, что, ботокс? Ботокс – это ботулотоксин сокращения коммерческого. Вот. И он вызывает паралич. Если его уколоть в мимические мышцы, то мимические мышцы сводят параличом, и все морщинки разглаживаются. Такие инъекции яда парализующего лицо в определенных точках делают его гладеньким, ровненьким. И, ну, оно выглядит чуточку посвежее, если сделать это как надо. Но это надо повторять, через некоторое время мышцы отпускают. А если есть такую консерву, то у тебя сведет вообще все внутри. Ну, это ботулизм. Да, и ты умрешь от этого. Нет, на самом деле встречаются мы с ними не там, а с горечих источник. Древних номеров мы не любим, с ними стараемся не пересекаться. В высачиваниях метана на морском дне, высачиваниях серого дарова. Всякие хитрые места, где наша нормальная современная жизнь не выживает. Всякие глубинные озера подлёдные. Это самое. Всё, что глубже 200 метров в чёрном море. Кстати, да. Почему чёрное море такое вообще ужасное бедное море? Там вообще ничего нет. Оно даже не море, а грязная, вонючая лужа. Потому что на дне куча органики гнилой. И там ниже 200 метров нет кислорода. Там сероводород, метан и фу-фу-фу там жить. Но некоторые древние организмы живут там припевающе. Мы им там не нужны, им без нас хорошо. Ты так мило всё это рассказываешь со сверчком в руке. Ты хотел его второго химия? А вон, смотри, они его уже... Ножки-то у него уже свело. Вы его убили уже? Ну, ему пытаются... Не смотри. Ему уже недолго осталось. Мы тебе расскажем. Пойду пописать. Иди пописать. Он убегает, убегает, убегает. О, нет. Это жестоко. Пристрелите его, пожалуйста. Вот этого пристрели. Я ему раздавлю голову. Ты комиссар или где вообще? Я так себе комиссар. Я потратил свою последнюю пулю. Ну, ты её хотя бы ненамерно потратил уже, хорошо. Ну, да. Детский сын. И теперь один белок переработает в другой белок. Да, много других белков. А также в жирок. Белок, жирок. И углеводик. Сдохнутая сучка гораздо проще справиться. Сделал и понёс. Нет, много уже муравьёв. Ну, да. Я просто посмотрел, вчера они заполняли две камеры ровным слоем. И пшинки были между ними. Ещё кто-то где-то ходил, соответственно, в общем, было видно, что им уже тесно. Муравьи, там муравьи. Вон, что наделали. Вот, смотри, пробирка пустая. Да, надо налить. Надо заправить. Они перенесли сюда всех литиночек, да? Мне кажется, их стало даже больше. Гипсы разъедаются. Где-то от воды? А, ну там пузыриками, да? А сокровища они так и не откопали. А там мать. Ну, смотри, сейчас их на три ячейки получается муравьёв. Ну, здорово. А, они стали опять носить блестяшки, смотри, куда. Есть теперь целая полтора литровая бутылка таких блестяшек. Ого. Какая сокровище. Можно им обклеиваться и обмазываться. А я вот думаю, как сделать получше, чтобы они блестели. А то, если просто на песок высыпать, они блестеть не будут, мне кажется. Ну, это половина надо погружать в какую-то среду. Ну, мне кажется, им нравится. Да, сейчас нормально. Да, то есть им хорошо стало. Сейчас как раз, отлично. Я, собственно, боялся, что они не займут камеры. Вот сейчас уже они занимают. Но, глядишь, через месячишко-другой надо будет уже думать про ещё одну камеру. А места для расширения нету. И это беда этого формикария. А как это регулируется? Нет, подожди, сюда присоединяются другие формикарии. То есть это же секция из четырёх. Надо покупать ещё один, открывать им ворота, и они будут заселять следующий. А как он присоединится к такому вот... А у них, наверное, там какой-то переходник должен быть. Видишь же, это же предусмотрено. Нет, ну так-то да. Я думаю, сам может быть на пробирку включить или внешнюю арену или ещё что-то. Мне кажется, что должна быть ещё рамочка, в которую вставляются эти четыре, чтобы они не расползались, и она как бы крепится. Надо будет посмотреть у Анту их и это... Ну я что-то не готова к ещё одному. Как они предполагают, все это собираюсь. А у них были фотки там. Угу. У них есть. Причём у них же разного цвета. То есть есть джунгли, да, там вот это у меня пустыня, вот, а самхом можно разноцветные сделать. Ну картинку можно любую напечатать, да. Ну да. Ну в общем, это прикольно развиваются. Жизнь. Угу. Ураевьи. А в нашем климате они не живут, если их на волю выпускают? Нет, чуть южнее. Угу. Ну у меня регулярно знакомые в Ростов-на-Дону ездят. Угу. Можно отправить. А кстати, а когда будут новые самки тут или не будет? Для этого надо хотя бы тысяч пять их вырастить. Аааа. Тогда возможно они решат, что пора оплодиться и наплодят половых особей. Может быть самок, может быть самцов. Королева сама решает, кого и хочется. Угу. Он скоро новенький появится, да, жёлтенький? Да, 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 скоро уже его очистят от шкурки и выпустят работать. А они чистят их от шкурки? Они же в куколке. Нет. Ну как эта куколка сливается целиком? Эта куколка, просто она очень тоненькая. Посмотри внимательно, ложки сложены. Угу. И, собственно, вот они с него освещают тонкую пленочку. Угу. Вот. А вон свежий солдат, да? Это мягенький, ещё не окреп. То есть получается он как это, как колбаса в упаковке. Угу. И надо его почистить, они его чистят. И дальше он расправляется, как этот ходит, разминается и уходит работать. Ну вот, как же это? Бывает, потому что муравьи, которые строят поверх куколки, ещё и кокон. Да. Наши чёрные ниггеры. Вот. А если им плохо и там не хватает чего-то, белка, например, ниггеры, могут делать куколки без коконов. Угу. То есть если материала нет? Угу. А вот эти личиночки, которые ещё без ножек, без ручек, вон такие закорючки лежат. Одни с ножками, там если присмотреться, у них маленькие-маленькие ножки. И голова есть. Я не вижу. А здесь не видно, это надо под микроскопом смотреть. А. Но они очень смешные. У месторов они ещё мохнатые. А их достать-то надо выгнать кого-нибудь с куколкой, взять у них куколку и посмотреть в микроскоп. Да мы не увидим, это надо бинокуляр брать, ставить. А, у тебя нету, да? У меня есть такой световой микроскоп, ну, на просвет в нём не видно. Ой, они вон понесли куда-то солдата вон. Ну, либо брать какую-нибудь оптику, такую вот, камеры зеркальной, и в неё рассматривать. Я когда своих снимал, они очень смешные, с чёрной жёсткой щетиной и такие серьёзные. Чтобы не слёживались в одну массу сплошную. Угу. Так сочненько. Немножко паникуют, но без особого фанатизма. Ну так я им в глаза свечу. А смотри, как эти блестяшки заблестели. Угу, потому что направленная подсветка. Работают, работают, ребятки. Надо им сверчочек кинуть. Опять? Они же опять и хватит нам кидать сверчков. Подключаем водопол. Сейчас так вот раз, вода пошла везде. Так. Делай мне сверчочки. Движухи всякие. Движухи всякие. Одного поживее, одного спокойнее. Назовём это так. Ему сегодня жмёт его головная капсула. Не знает, куда деть личиночку. А вон за ногу уже потащил куда-то вообще. По стене. Зачем он на стену тащил? Ну, надо его распять. Для этого надо хватить за ногу и валусь. А эти выкуривали всех личинок из раскрытого отсека. А, вот отсюда. Последний, да, остался. А вон, видишь, лежит семечка такая жёлтенькая. Да, они одну забрали уже. Там две было. Солдаты почистили просто от шелухи и дали личинку. Личинку принесли одну обратно. Ну, вот они не знают, куда деваться. Там уже плотненько, а здесь ещё опасненько. И они эту семечку отдали личинкам. Личинки смачивают своей слюной. И почистили ферменты размягчают её. А вот он и носит вторую. Зёрнышко второе. А дальше рабочие смоченные слюной вот эту семечку перегрызают, пережевывают. Получается такой хлебушек. И этим хлебушком, собственно, они кормят личинок. Личинки сами не могут грызть, а зато у них есть ферменты. Принесли обратно. Кто-то спасает личинок, кто-то хлебушек. Ну, паника, паника. Волнительно. Ладно. Вот они уже сверчков дели. А, один вон он сидит. Его бросили. Ну, не до него немножко. Но, судя по тому, что остатки тех сверчков он вынесен на помойку видишь курок с прошлого раза. Да. В общем-то, судьба их ждёт одна и та же. Они зачем-то камнем вход попытались загородить. Смотри. Где? Ну, вот, видишь? Ага. Ну... Это они камень принесли? Да, они удвигали. Ничего себе. Им так удобнее. Надо им добавить ещё одного Тарантино. Ну, пусть привыкают. Они же принесли сами сюда их. И пусть сидят. Принесли, унесли. А так сделать, темноту и мрак. Они должны быть этими социализованными муравьями. Всё, ладно. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...